Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Кировская область примет участие в реализации еще двух нацпроектов. Это даст возможность получить дополнительные федеральные деньги. В 2023 году на реализацию нацпроектов региону выделили порядком 22 миллиардов рублей. Работа велась в рамках 11 нацпроектов, рассказала министр экономического развития региона Наталья Кряжева. Направления самые разные – ремонт дорог, здравоохранение, демография и прочее. Как отметил губернатор Александр Соколов, к концу года обязательства по всем проектам должны быть достигнуты. В следующем году Кировская область подключится к участию еще в двух проектах – «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Беспилотные авиационные системы». Кировские обманутые дольщики начали получать денежные компенсации. На данный момент речь о покупателях квартир в одном из долгостроев – на Пугачева, 29А. Об этом рассказал зампред областного правительства Алексей Жердев. По его словам, Наблюдательный совет публично-правовой компании «Фонд развития территорий» принял решение о выплатах участникам долевого строительства дома на улице Пугачева, 29А. С 15 декабря дольщики этого дома уже начали получать выплаты. Цитирую. Кроме того, в этом году были достроены три проблемных дома. Ключи от квартир получили 273 дольщика. В эфире «Экономика». У гостиницы «Вятка» хотят построить ресторан. Такие планы на заседании Комиссии по экономике и предпринимательству гордома озвучил директор гостиницы «Вятка» Леонид Сандалов. Он пояснил, что сейчас при гостинице есть только кафе, рассчитанное на 50 мест. Из-за этого возникают проблемы с питанием. В данный момент бывает, что приходится кормить гостей по очереди, признался Сандалов. Он добавил, что вопрос о строительстве ресторана планируют вынести на наблюдательный совет. Построить ресторан предприятие готово своими силами, но просит рассмотреть возможность при этом не отчислять в течение года деньги в бюджет. Мария Кожевникова, новости экономики Кирова.